ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СЕРЁЖЕ СЕРЁЖЕ Серёжа, ну успокойся. Ну? Не переживай. Надо просто подать на них в суд. Твоя бывшая её хахаль не имеет никакого права запрещать тебе биться с детьми. Правильно. Всё, ты успокойся. Правильно, правильно, правильно. Да, Люда, правильно. Видит Бог, я терпел как мог, но хватит. Хотят войны, будет им война. Я им это устрою. И обещаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тебе малая история с трюкачем? Послушай меня, она не должна узнать правду, это слишком опасно. Или может ты уже ей бякнула что-нибудь? Ты меня за дуру держишь? Послушай, мама просто одинокий человек, ей хочется с кем-то общаться. У нее есть Лара, почему она с матерью не общается? У Лары свадьба завтра, ей не до этого. А, ну как все складывается, значит все так серьезно. Ох, ох, это Лара, Лара, порядочная девочка. Бартанул и Кремнев, и тот теперь жалкий вышибалов в баре. Вот неудачника. Кречет, кречет и та уплыла от нее. Да. Кстати, как она? Если бы умерла, уже давно бы знали. Ну да, ну да. Трепыхается, наверное, еще. Наташка, Наташка, ну это что еще за номер? Ну, брось немедленно, я сам все уберу. Ну, сходи лучше в лес. Ну, подыши воздухом. Тебе нужно отдохнуть. Пап, я 8 месяцев провалялась на больничной койке, а ты мне предлагаешь отдохнуть. Слушай, я в себе чувствую столько энергии, я могу горы свернуть. А знаешь, а давай мы тут ремонт забахаем, а? Не надо, я так привык. Ну, или хотя бы мебель местами переставим. Здесь же столько лет, ничего не менялось. Пап, ну, хотя бы люстру новую купим, а? Слушай, я в Тель-Авиве видела такую потрясающую. Давай я дяде Феде напишу, попрошу у них электронный адрес. Наташенька, дочка, послушай, сядь, нам нужно серьезно поговорить. Хорошо. Скажи мне такую вещь. Теперь, когда все позади, что ты думаешь делать? Как планируешь жить дальше? Вернешься в столицу? Ну что же, все складывается хорошо. Смотри, как речет в Киеве уже не появится. Лара убралась из фонда. Ну, а ты зарканила Митю. Путь открыт. Куда, вот? Мне не нравится твой настрой. Слушай, чего тебе это не надо, а? Я тебе регулярно деньги приношу, и ты пообещал мне вернуть дочь. Я так и не верну. И та запись, которую ты мне любезно предоставил. Я даже не уверена, что это голос моего ребенка. Может быть, ее вообще уже нет в живых. Ну, что за ерунду-то говоришь? Да за мной следи, твой человек. Я сплю в постели со старым мужиком, который меня даже не любит. Знаешь что? А я устала на тебя работать. Надоело. Все. Не надо со мной так разговаривать. Ты можешь пожалеть об этом. Я бы очень хотела с тобой остаться здесь. Но в Киеве меня ждет Машенька. Представляю, как она соскучилась по своей маме. Солнышковой. Пап, я просто обязана вернуться. Кстати, ты звонил Дмитрию Тимофеевичу? Спрашивал, как они там? Да. Общался с ним пару раз. Но он был неразговорчивый. Мне показалось, что его что-то беспокоит. Что ты с Машей? Нет, нет. С ней все в порядке. Не волнуйся. Елена ее в обиду не даст. Тогда в чем же дело? Может быть, в фонде проблема? Не похоже. Смотри. Ли Мэй Орлова дала интервью. Рассказывает, что фонд Дианы Левицкой расширяет свою деятельность. Так что там все путем. Да, я читала. Странно, что же тогда там могло случиться. Ладно. Приеду и сама все узнаю. Ладно. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кай совсем посинел, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду. Да и само сердце его было все равно, что лед. Добрый вечер, Лемей. Добрый вечер. Господи. Маша, пожалуйста, не нужно разбрасывать игрушки на полу. Он сломал. Ой, не страшно. Вот не страшно. Этой беде легко помочь. Мы, как доктор Айбали, пришьем его новые ножки. Он опять побежит по дорожке. Но все-таки, малыш, тетя моя права, игрушечки не должны валяться под ногами, правда? Что? 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 Что это? Что это, мой? Точно. Ну-ка. Мишка, Мишка, как мне стыдно. Вылезай из-под комода. Ты меня не любишь, Винна? Это что еще за мода? Маша. Девка. Маша! Что это ты сделала? Маша, что ты сделала? Зачем ты это сделала? Иди сюда, негодяйка! Лиме, что? Что здесь происходит? Не надо! Маленький, хороший, не плачь, успокойся. Все хорошо, все хорошо. Я не знала, что нельзя. Я хотела сделать у тебя сюрприз. Пап, ну ты со мной как с маленькой. Потому что ты и есть маленькая. Моя маленькая. Как же я буду без тебя скучать. Ну, а ты почаще приезжай в Киев. Постараюсь. Слушай, а может, давай я позвоню твоему Сергею? Поговорю с ним. Объясню, почему ты уехала? Что с тобой было? Нет, пап. Ни в коем случае. Но у него же семья. А я не хочу ее разбивать. Но ведь ты страдаешь. Пап, я научилась быть счастливой и радоваться жизни даже без любви. Ладно. Тебе нужно хорошо отдохнуть. Завтра длинный день. Нужно хорошо выспаться. Спокойной ночи. И тебе. Субтитры подогнал «Симон» Молодой человек, а вы не могли бы нас фотографировать? Спасибо. Да? Спасибо. Да. Ай! Алло, говорите. Кто это? Послушайте, может, что-то со связью вас не слышно? Алло. Идима. Молодец. АПОV拜拜! Кто звонил? Не знаю, скорее всего, ошиблись с номером и номер не определился. А чего спать не ложишься? Может, кино посмотрим? Люда, послушай, неужели непонятно, а? Ну, человеку иногда хочется побыть одному. Одному. Хорошо. Хорошо. Ну, вы можете себе представить, Павел Борисович, что мне делать в этой ситуации? Как мне поступить? Посоветуйте. Может, мне поговорить с Митей? А что с ним говорить? Это, можно сказать, на его глазах произошло. Он хоть бы хны. Даже замечание сделал своей дорогой любимой. Нет. Говори с ним, не говори. Все без толку. Подкаблучник. Так, не надо, не надо так о нем говорить. Он просто очень добрый человек и жалеет Лимей. А вас ему не жалко? Бежать вам нужно, Лена. И как можно дальше. А вы думаете, я сама хочу оставаться в этом доме? Я просто не вижу выхода из этой ситуации. Как я могу оставить Машеньку? Хоть бы Наташа была здесь, я не знаю. Слушайте, а может быть, я Наташе письмо напишу? Я напишу, попрошу Игоря, чтобы он ей передал. Ну, напишу все как есть. Да? Нет, нет, нет. Плохая идея. Это очень плохая идея. Она ничему не поверит, подумать, что это я просто ревную. Нет, нет, Лена. Это вы хорошо придумали. Да? Конечно, напишите. Я, если понадобится, каждое слово готов подтвердить. Нет, нет. Вот я вам сейчас сказала и сама засомневалась. Ну, я ведь, не знаю, нужна Машенька Наташе. Нет, сначала она искренне привязалась к ребенку. Я это видела. А потом уехала так внезапно. Вообще, можно на нее положиться? Ой, Господи, что делать? Что делать? Жене рассказать надо. Та церемониться не будет. Она популярно объяснит Ли Мэй, как себя вести с детьми. Женя, точно. Вы гений. Ой, давайте я вам помогу. Наверное, тяжело. Не трогай, отойди, пожалуйста. Костюм испачкаешь. В чем тогда в ЗАГС поедешь? А в чем мать родила? Не могу же я свою любимую тещу позорить грязным пиджаком. Да ничего. Поумничай мне. Все-все-все, иди, иди, Маш, 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 Маш. На выход. На выход. Все, хорошо. Я пошел на выход. Зятек. Ой. Мэй. А ты не жалеешь, что вышла за Митю? К чему ты задаешь такие вопросы? Не знаю. Просто я очень люблю Олега. На меня иногда посещают такие мысли. Правильно ли мы делаем, что расписываемся? Ведь пока мы свободны, мы счастливы. А когда станем семьей? Вот ты, только честно, ты счастлива? Лара, я потеряла ребенка. Ты что, издеваешься? Как я могу быть счастлива? Прости. Прости, пожалуйста. Я… Зря я об этом заговорила. Ладно. Ты же не специально. И к тому же, тот, кто не терял ребенка, ему не понять. Я тебя понимаю. Да? У меня у самой, когда ты чуть не случился, выкидыш. Когда в меня стреляла родная сестра. Ты ее ненавидишь? И не оглядывайся назад. Нет. Я счастливая женщина. Я уверена, что и ты станешь счастливой. Митя очень хороший человек. Конечно. Дорогие наши Ларочка и Олешка, как писал Антон Павлович Чехов, да, это не мои слова, а гений мировой литературы, В семейной жизни самый важный винт – это любовь, влечение и единство. Все остальное ненадежно и скучно, как бы умно не рассчитывали. Я абсолютно согласен с Антошей Чехонте. И поэтому я предлагаю выпить за самый важный винт в вашей жизни. За вашу любовь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что? А? Горько! 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 Горько, 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 горько Раз, два, три, четыре, пять Папа приехал! Да, папка! Я не знал, что у вас праздник Ну что, не чекали? А мы тут на мишу хотели веселля гуляти А так не можно, мои любимые друзья Как я сказал, в нашем селе веселля означают всем селом Раз, два, три! Я не могу в это поверить. Ой, Шенька, не надо было мне тебе это рассказывать. Я просто очень испугалась за Машу. Ты все правильно сделала. Я попытаюсь поговорить с папой, он должен прислушаться к моему мнению. Я все-таки его дочь. А Лена и жена? Да, повезло ему с женой. С тех пор, как они сыграли свадьбу, на папе просто лица нет. Я стала реже приезжать в гости, потому что я не могу видеть, как он страдает. Наверное, из-за потери ребенка. Лен, он любит тебя. Я очень жалею то, что я была против ваших отношений. Женился бы он на тебе, было бы сейчас все по-другому. Шеня, мы сейчас не об этом говорим. Сейчас главное обезопасить Машу. Да. Слушай, Богомолов, не лезь не в свое дело. Это мои с Ларой дети. И мы их будем воспитывать. Это тебе не касается. Я больше не позволю давить на мою жену. Ты и так достаточно поиздевался над ним. Я издевался? Да, я издевался. А сейчас ты нам испортил праздник. Я же тебе сказал, что у нас планы. Да мне плевать, я своих детей месяц не видел. А что-то раньше тебе это никак не волновало. Олег, Сергей, прекратите немедленно. Вы что творите? Помогите, пожалуйста. Хлопцы! Чего? А ну, заспокойтеся! Значит так, чтобы через неделю дети были у меня. Я дважды не повторяю. О, вот все по-нашему. Хіба це веселье, якщо не натолкли одне одного. Да, все нормально. Справжне веселье. Я думала, что будет полная скукотища. Получилось так ничего. Даже живенько. Дорогуша, мы оба погорячились вчера. Обсудим наши дела, когда вернешься из малых метеологов. Отнес. Да. Я думаю, что будет... Спасибо. Ну, вот я и дома. И как там свадьба? Хорошо. Пап, что хорошо? Я хочу знать все подробности. Как вы доехали? Что подарили? В чем была одета невеста? Доехали без приключений. Невеста была прекрасна. Подарили микроволновку, кажется. Мой подарок выбирал. Ну, наверное, было много людей. В таких местах всем селом гуляют, да? Да, народу было полно. Ну, что еще рассказать? А, в разгар веселья приехал Сергей, и они с Олегом подарились. Ого. А из-за чего? Я толком не знаю. Папа, почему вы поехали вдвоем? Нужно было взять Машеньку. Ей бы было интересно побывать на таком событии. Ну, не знаю. Дорога длинная. Она бы измучилась в пути. Потом сплошное застолье. Зачем это ребенку? Ну, почему же застолье? У Лары, насколько я помню, дочка Машного возраста. Им бы было интересно. Да. Ну, я как-то не подумал. Скажи честно. Это из-за Лимей? Она была против? Женя, я понимаю, что ты недолюбливаешь Лимей. И признаю, что она бывает резка с Машенькой. Но на это есть причина. Представь, что она чувствует после выкидыша. Папа, восемь месяцев прошло. Маша не виновата в том, что у вас произошла беда. Так я ничего не хочу слышать. Может, есть женщины, у которых стальные нервы. Лимей хрупкая. Она до сих пор очень тяжело переживает. Тем более, в этом есть и моя вина. Да ни в чем ты не виноват, Митя. Иногда несчастья просто случаются. Нет. Это моя вина. Я не заботился о Лимей. И я дал ей понять, что не рад ее беременности. Думал только о себе. Вел себя как последний эгоист. Аташа? Аташа, это ты? Здравствуйте. Да, это я, Женька. Атаашка. С приездом. Как же я рада вас всех видеть. А где Машенька? Знаешь, вот кому-кому, а нам с тобой нельзя ссориться. Ну, нельзя. Мы же с тобой. Скованные одной цепью. Угу. Угу. Что нам делить-то? Тебе хорошо говорить. Тебя, дочери, никто не шантажирует. Я бы посмотрела на тебя, будто ты в моем месте. Верни дочь. Верни дочь. И мы с тобой будем. Нарад. Ну, ты же меня сразу пошлешь куда подальше. А мне нужно, чтоб ты кое-что выполнила. Я тебе уже сказала, что ничего не буду делать, пока ты не вернешь мне дочь. Ну, верну, верну. Верну. Я рассказал. Но сначала мне нужно, чтоб ты устранила Митю. Что? Как поездка? Спасибо. Мы, конечно, получали от тебя короткие сообщения, но хотелось бы подробного рассказа, где была, что видела. Я... я больше искала себя, чем впечатление. Ты голос вернула? Нет. К сожалению, нет. Но я научилась жить без него, а это тоже неплохо. Это к нам надолго или так? День-два и упорхнешь. Жень. А что? Нет, ничего. Ты права. Мне нужно было вылечить свою душу. Поэтому я и уехала. Сейчас я здорова и больше не планирую уезжать. Отлично. Машенька будет на седьмом небе от счастья. Будем девочек водить в музыкальную школу, на танцы. Будешь в гости к нам приезжать почаще. Да, обязательно. Будем. Маша идет. Маша. 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 Какая неожиданность, Наташенька. Мамочка. Солнышко, ну не плачь. Маша. Я вернулась. Навсегда больше я тебя никогда не оставлю. Не плачь, Машенька. Ну это нормально. А сегодня я всех приглашаю на семейный ужин. Хочу, чтобы как раньше все собрались за одним столом. Я не понимаю. Скажи мне, зачем тебе это надо? Я тоже устал. Очень устал. А Митя мне мешает. Я хочу наконец получить то, что принадлежит мне по праву. Он мешает тебе, а не мне. А тебя значит все устраивает. Ты счастлива? Нет, я не счастлива. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Задушила, зарязывая. А кто тебе говорит об убийстве? Его просто нужно сделать недееспособным. Инвалидом, овощем. Понимаешь? Как? Ты говорила, что он страдает депрессией. Ну и что это не диагноз? Ушибаешься, депрессия это серьезный диагноз. От нее до шизофрении один шаг. Ты просто его подтолкни к этому. Ты хочешь, чтобы я его сделала недееспособным? Ты хоть понимаешь, что есть комиссия профессионалов, профессоров, которые будут это все наблюдать? Это не просто и не быстро. Твоя задача просто ускорить процесс. Что это? Это чудодейственные капли. Они разжижают мозг. Ты будешь капать их по три капли в еду и напитки. Несколько раз в сутки. Твоя профессура будет очень довольна от целого букета симптомов. Как это средство называется? Ну какая тебе разница? Я хочу знать, как оно действует и обнаруживается. Его невозможно обнаружить, если не сдавать анализ крови в тот же день, когда принимал его. Договорились? Договорились? Паша, что бы ты сделала? Зачем ты это сделала? Иди сюда, негодяйка! Айману пеклететь! Айману пеклететь! Айману пеклететь! Ты хочешь ребенка! Нам надо поторопиться. Такси скоро приедет. Наверное, нужно собрать Машеньку. Скажу Лене, чтобы она ее собрала. Не надо. Маша с нами не поедет. Как? Митя. Ну подумай сам. Маленький ребенок. Огромное расстояние. Совершенно чужой дом. Кому нужен этот стресс? Маша с нами не поедет. Пусть сидит дома. Нет, но она надеялась. Она готовилась. Я надеялась. Я надеялась, что мы наконец отдохнем. от родственников. От родственников. Митя. Побудем вместе. Ты и я. Если хочешь, можешь ехать с Машей. Я никуда не поеду. Я останусь дома. Все. Да. Дмитрий Дмитриевич. Я тут подумала, а не пойти ли до ужина нам всем на прогулку. Вы, Лена, я, Машенька. Наташа. Лена, наверное, не захочет идти с нами. Почему? Ну, видишь ли, между нами многое изменилось. Мы, как тебе сказать... Подождите, я не пойму. Но вы же женаты. Когда я уезжала, вы были помолвлены. Так? Нет. Мы с Леной так и не поженились. Моей женой стала другая женщина. Кто? Мэй. Ли Мэй Орлова. Вы женаты на Ли Мэй? Подождите, но мне казалось, вы любите Елену Николаевну. Неужели вы любите Ли Мэй? Ли Мэй. Чудодейственные средства. Феликс, Феликс. Если бы оно помогло мне избавиться от тебя, это было бы чудо. А это у вас что, лекарства заболели что ли? Да, простыла. У вас для меня еще есть какие-то поручения? Сядьте. Хотела... Хотела с вами поговорить. Расскажите мне о своем детстве. Что? Это что, прям так сразу что ли? Ну а что нам стесняться? Я про вас знаю уже самое плохое. Вы сидели, меня это не смущает. Вы присаживайтесь. Как вы... Как вы дошли до такой жизни? Да ну... Ну не дошли, а довели. Угу. Да ну обычная история. Мать бухала по черному, наркоманила, мужиков водила. Угу. Во двенадцать лет меня чуть не продала за дозу приятелям, а я сбежала. Жила, где придется, с подругами, на вокзале, с беспризорниками. Школу еле окончила. Ну а... За что вас посадили? Кушать хотелось. Мне мент один знакомый предложил бабок заработать. Надо было тетку заманить в дом заброшенный. Он сказал, что там по делу так нужно. Я-то сразу не поняла, что он там с ней делать будет. А он ее отпускать, оказывается, не собирался. Ну и вот, потом всплыло все, он меня слил. Я отправилась, я назову началица ни за что. Короче, дура была, поумнела. Вика, а если бы вам сейчас предложили что-то такое, за большие деньги? Окей. Тетку, что ли, воровать? Вы меня что, проверяете? Я по этим делам не-не. Ладно, сходите в интернат и заберете накладные. В смысле? Ну все нормально, я предупредила, Антон Дмитриевич в курсе. Не так, а чего вы спрашивали, я так и не врубилась. Простое любопытство. Я поняла. Господи, зачем держать эту пиццу? С нее толк, как с козла молока. Чем планируешь заниматься? Сможешь отвезти нас в Киев? Нет, не смогу. Сегодня должен приехать заказчик, должен обхаживать его, показывать продукцию. А почему именно сегодня? Я тебе говорила, что купила билеты в цирк. Забыл. Ну правда, я не могу. Я понимаю. Жаль. Я думала, мы все вместе сходим на представление. Теперь придется твой билет сдавать. А зачем сдавать? С нами папа может сходить? А, ясно. Дядя Олег и папа поссорились, да? Ну что ты, Бодь. Просто мы папу не предупреждали, он наверняка занят. Я хочу с папой. Ну цирк сегодня без меня. Давайте в субботу на рыбалку сходим? Да, да. Давайте сходим. А на какую? На ночную? Бодя, ночью дети спят. Ты мне говорила, что я уже взрослый. Ты да, Валя. Так пускай дома остается и спит малявка. Я не малявка, я тоже ночью хочу. Пойдем, пойдем. Конечно, пойдем. С вечера ляжем, пораньше встанем, как раз на клевку пойдем. Ладно, мне пора. Хорошо вам повеселиться. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Кушайте, чего сидим. Привет, Олажа. Ну скажи, чего звал? Привет, Вась. Мне нужна твоя помощь. А что работать? Сегодня приедет закупщик. Я весь товар, который он должен забрать, собрал и промаркировал. Просто хочу съездить в Киев забрать Лару с детьми из цирка. Ну ты сможешь выдать товар? Тьфу, конечно. Что тут Вашкова? Показывай. Я твой телефон закупщику отдал. Ты меня сильно вырутишь. Ей, все будет тип-топ. Спасибо. Не переживай. Вот, как вы и просили, накладные. О, хорошо. Так, дай-ка я посмотрю. Хорошо, тогда я сейчас проставлю печати, а ты отвезешь им обратно на подпись. Добрый день. Наташа. Певица. Вика, Лемей, как же я рада Вас видеть. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok